А вопрос, с которого невозможно будет, естественно, избавиться, это сборная, Дзюба. Как ты пришел к тому, что надо ему позвонить, ты с кем-то советовался, что ты почувствовал, когда увидел, что у тебя нет в составе? Слушайте, давайте эту тему просто закроем и не будем больше о ней говорить. Конфликт решен и все. Я думаю, что на этом хватит. Вы ожидали того, что позовут после того, как это все разрешилось на ближайший сбор? Слушайте, 25 футболистов сформированы, поэтому... Он оценка травм. Но он был 26-м, и тем более Станислав Саламович сказал, что 25 человек в обойме уже есть, поэтому буду работать дальше и доказывать. Александр, а потом после разговора не общались с Станиславом Саламовичем? Насчет чего? Насчет того, что поговорили, все нормально? Да, поговорили, пообщались. Я ему сообщил, что конфликт решен, и все. Он искал, работаем, смотрим за тобой. Понял. Теперь по этой игре, какие впечатления от матча? Что удалось, что нет? Ну, если говорить о грустном, то опять пропустили со стандарта. Но хорошо, что сразу практически отыграли и забили второй гол. Но я считаю, что второй тайм могли маленько провести лучше и забить еще один-два, чтобы спокойно это заканчивать. А что там лесовой такое сказал, что его вторую желтую подарили в игру? Не слышал, наверное? Показалось, что после второго гола, ну, уже Го не радовался, и вы тоже так не особенно. То есть, вы ждали, что вар будет какой-то, да? Ну, просто он подумал, что там вне игры, я не знаю, мне показалось сразу, что никого вне игры не было, но он не стал, как сказать, заранее праздновать, дождался решения вар. Ну, то есть, он по губам читал, он говорил оффсайд, оффсайд, да? Да, да, он говорил оффсайд, но я ему сразу сказал, что нет оффсайда, но он решил не праздновать раньше времени. Спартак уходит на паузу на первом месте. Для вас это так, если по-честному, неожиданность? Ну, почему неожиданность? По игре мы играем очень неплохо и хорошо моментами, могу так сказать. Я думаю, что все еще впереди, мы будем играть дальше и стараться побеждать в каждой игре. Но начинали достаточно тяжело. Я в этом смысле имею в виду, что нет. Ну, в каждой игре всегда тяжело, поэтому будем вырывать и побеждать стараться. Состав сейчас, по сути, тот же, что изменилось? Сыграность, мы начали друг друга больше понимать, кто куда бежит, и я считаю, что с каждой игрой игра будет еще больше улучшаться, так как мы еще больше друг друга будем понимать. Завтра «Зенит Локомотив», будешь ли ты игру смотреть, ну и переживать за «Локомотив» будешь? Может, кому-то смс к нам написал? Да, не знаю, буду ли смотреть игру, потому что нам завтра дали выходной. Но если получится, посмотрю, за кого-то болеть. Да нет, ни за кого не буду болеть, я болею за «Спартак». Все, спасибо большое, до свидания. Спасибо, да. У вас фонарь очень сильно светит, ничего не будет видно, сдвиньтесь туда, не видно вас будет. Саня, Соболи! Давай еще включи. Саня, Соболи! Саня! Саня! Саня, Соболи! Саня, Соболи! Саня, Соболи! Супер, спасибо! Спасибо, спасибо! Спасибо! Давай, дергай! И Джубу дергнет! А то эти переговоры... Переговоры не к чему, дергай его! Спасибо. Спасибо.